Добрый, добрый, добрый день! Добрый, добрый вечер! Доброй, доброй ночи! У кого какое время и у кого какая страна! С вами снова я, ваша Вивьена! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Здравствуйте, мои дорогие гости канала! И здравствуйте те, кто первый раз зашел на канал! Канал у нас добрый, гармоничный. Канал с общими раскладами, с психологическими раскладами, с беседами, о психологии, о психологии отношений. Психология у мужчины и женщины разная, мы с разных планет. С ритуалами, которые пригодятся в вашей жизни. А также я своим голосом произвожу гипноэзотерику. Мой голос гипнотически влияет на вас. Если вы зашли на этот канал или по ленте вы увидели и нажали, значит, не просто так. Извиняюсь, сегодня много уже говорила. И, значит, высшие силы вам сказали, посмотри, здесь ты найдешь что-то очень важное для себя. Ничего случайного в жизни не бывает. И я тоже так же, когда захожу в YouTube или в другие соцсети и нажимаю на какие-то видео или на какие-то посты, это не просто так. Я в них всегда нахожу что-то для себя очень важное и нужное. Иногда то, что нам не нравится, вот мы прочитали или видео посмотрели, нам не понравилось. А это не значит, что это не так. Это потому, что на данный момент наша энергетика или в какой-то темноте, или мы не готовы эту информацию принять. А потом она всплывает, и вы скажете, «Вот это да!» А ведь это же в этом видео говорили. Вот это да! И сегодня я хочу с вами сделать расклад. Извиняюсь, у нас там на другом этаже делают ремонт. Этот стук невозможно. Целый день я ждала, чтобы хоть как-то прекратилось, но ничего не прекращается пока. И у нас будет сегодня расклад. Вам звонок. Вам звонок. Я буду от имени женщины. Если мужчины смотрят, интерпретируйте под себя. Его тайные мысли, то есть его тайный звонок. Вот чтобы он действительно хотел позвонить вам и сказать, возможно, он никогда такое вслух не скажет, но мы посмотрим. Что сейчас? У него и у вас. Это ваш телефонный разговор. И он вам звонит. После этого видео у многих мужчина объявится и даст о себе знать. Что я хочу сказать? Объявление. Я давно хотела сказать, потому что опять появились эти принимальщицы. Я прошу всех, если вы, девочки, кто-то не понимаете, что мысль материальна, слова материальны, что многие слова имеют очень совершенно другое значение, которое вам когда-то кто-то объяснил или вы так понимаете. Пожалуйста, прошу на моем канале не делать крадников. Что такое крадник? Когда вы пишете слово сочетание «благодарю» и «принимаю». Сначала вы даете благо, а потом у меня забираете. И это я знаю, что на некоторых каналах так учат. То есть вы являетесь посредником передачи энергии от меня или на тех каналах, где вы так пишете. Когда вы зайдете на тот канал и тоже так же напишите или что-то другое, вы передадите тому блогеру эту энергию. Я прошу так не делать из-за уважения ко мне. Это слово сочетание является крадником. И некоторые скажут, ну все так пишут. Вот все так и пишут, потому что, вот знаете, вот два года назад так никто не писал. Это стало где-то примерно около года. Я знаю, на каких каналах об этом говорят. Там действительно делают даже ритуалы для вас и крадут у вас энергию. Но вы-то обычный человек не понимаете. Те, кто имеют силу, заходя на такой канал и видя какой-то ритуал или расклад, ну так, надо закрыть, все вроде бы нормально, но только отсюда уходят энергии. А я вам, набирая от вас, вас же много. Я потом вам же это отдаю. Вы вместе со мной поднимайтесь в свет. Учитесь улыбаться жизни. Ведь сколько девочек написала, которые у меня были на приеме, которые просто смотрят расклады. Как меняется жизнь? Когда на жизнь, даже когда страдания и мучения, начинаешь смотреть и улыбаться, радоваться дождю, радоваться листику. И еще раз вас прошу, можете написать просто благодарю. Но я даже это слово не очень люблю, не буду объяснять, почему. Это против вас может сработать. Напишите спасибо. Звездочки, колокольчики, цветочки, сердечки. Можете написать там о своей жизни. Пожалуйста, прошу. Я буду, я уже предупреждала, не просто удалять, а тогда, да, даже буду просто блокировать. Чтобы вы не писали. Не надо у меня забирать то, что я вам не отдаю. Я вам не говорила. Примите у меня. Нет, я этого не говорила. А раз я не говорила, то, значит, вы у меня воруете. И это слово сочетание благодарю и принимаю. И вообще это слово принимаю, когда вам ничего не давали, чтобы принять. Это называется воровство. Точно так же, как зайти в чужую квартиру и взять колечко, которое просто случайно оставили, например, на раковине. Вот это равносильно. Вы должны понимать. Слова очень материальны. И вот вы понимаете, когда вы смотрите, кто смотрит мои расклады давно, что я своим голосом вас как бы обволакиваю. Это и есть гипноэзотерика. И вас учу этой гипноэзотерике. И если вы так будете уметь обращаться со своим мужчиной, то он будет смотреть вам в глаза и делать то, что вы хотите. Но не как раб, а просто он будет понимать, что вы хотите. Вы же будете ему говорить. Чтобы вас поняли, нужно обязательно говорить. Мужчины нас не понимают, если мы не скажем. Они по-другому видят мир. Мужчины очень часто, вот знаете как, мы на что-то обиделись. Он, мужчина, сказал, мы замкнулись, губы надули, молчим, посуду не моем, готовить не хотим. Мужчина ничего не понимает. Он начинает спрашивать, скажи мне, что происходит. Мы еще больше надулись, как пузырь. А надо сказать. Потому что, когда вы скажете, на что вы обиделись, мужчина внутренне себя рассмеется. Я вообще, он скажет, я вообще имел в виду совсем не это. Я имел вот это в виду, ты что обиделась? И в это время нужно обняться. Энергию друг другу передать. Дома должны быть обнимашки. Когда ваш мужчина, это для девочек, приходит в ваш дом после работы. Он хочет покоя и уюта. Он в семью идет, или он идет туда, где он живет с какой-то женщиной. Откройте ему дверь, улыбнитесь и обнимите. И потом накормите. Не расспрашивайте сначала. Накормите, а потом уже расспрашивайте. Потому что, когда мужчина голодный, он злой. Это 99% мужчин. Обязательно должен быть ужин. Если вы не любите сами готовить, значит, вы можете тогда заказать себе служанку. Или тогда научиться самой. Потому что не просто так говорится, что путь к мужчине лежит через желудок. Большинство мужчин любят вкусно поесть, добротно, чтобы было радостно. Надо, чтобы вы помогали мужчине, он помогал вам. И даже в домашнем хозяйстве. Что второе я хочу сказать. О врунах, которые начали прям канал мой долбить. На этом канале Вивиена, эзотерика и жизнь. И на другом, ведунья Вивиена. Я понимаю, может быть, даже одни и те же лица, только пишут разные аватарки. Одна писала, что откуда она такая гадина, берет такие цены за 30 минут по 6 тысяч рублей. У меня нет таких цен. Это я им точно говорю. Вторая пишет, вот недавно, она вообще даже не знает, как, что женский род, фамилия должно бы заканчиваться на А. Она Гусейнов-Татьяна. Наверное, в Гусейнова влюблена, поэтому она Гусейнов-Татьяна. А он ее отверг. И у нее, как я сказала на первом канале, у нее внутри, там между ног, вырос колючий, грязный, черный кактус. И этот черный кактус ее этими иголками всю протыкает, от злобы не знает, куда деваться. Она вообще написала, я ей отправила 1500 долларов и ничего. Знаете, во-первых, у меня нет расценок на чистки, на открытие дорог, вот на такие светлые ритуалы у меня таких расценок нет. Привороты я не делаю, только в редких случаях, ну, извините, не Гусейнову и Татьянину, которой, извините, в кармане даже две копейки не завалялось. И я не делаю привороты, потому что эта порча, это ваш договор с демонами пожизненный, пожизненный. Вы никогда с себя это не снимете, а при переходе в другой мир после смерти с вас за это так вычтут, что вы окажете в нижнем ярусе. Вы даже на первую ступень вас не пустят, а там, как повезет, выдержите пекло адовое, как говорят, но это не ад, это меньше. Как за это наказывают? Также вы накажете на девять поколений свой род, своих кровных, этого мужчину, который будет пить, страдать, ваши дети будут болеть. Еще могу сказать, что я не обижаюсь на этих людей, потому что они, когда они это делают, то есть мне не нужно их аватарки, которых у них нет, они огурцы все. Мне абсолютно не нужно, у меня злости нету. Я просто обратно отправляю и все. Потому что когда на меня какое-то воздействие пытаются сделать, я это чувствую сразу, в отличие от людей, которые так живут годами. А я это чувствую сразу. И сразу это устраняю разными способами. Да, пишите мне. И я, и на то, что я хотела бы голос услышать на WhatsApp. Какой голос? За что голос? Мой голос? Пожалуйста, у вас. Да, мне, если вы хотите что-то заказать, то, пожалуйста, писать, писать буквами только на Viber и WhatsApp. Никаких голосовых, никаких звонков я не могу принять. Для всех стран у меня один телефон. Плюс, не забудьте плюс поставить, когда номер ВКонтакте будете вводить в Viber или WhatsApp. Плюс 995-593-36-95-44. В международном формате сначала плюс, а потом вот все цифры. Я есть только в Фейсбуке, у меня там страница и группа Vivienne, Эзотерика и Жизнь. Я есть в Яндекс.Эфире, там тоже видео мои, можете заходить и поддерживать меня. Vivienne, Эзотерика и Жизнь. Я есть ВКонтакте, у меня там группа ВКонтакте, я ее закрою, я ее не веду. У меня есть страница ВКонтакте, меня нет ни в Одноклассниках, еще там где-то, меня нигде нету. Никогда, никому, запомните, я не пишу просто так, не посылаю никаких уведомлений, вот я такая-то там ведунь и колдунья, Vivienne, вот у меня заходите в Скайп или куда-то, вот я такое не пишу. Мне сначала пишут люди, а потом я им даю информацию о том, что они просят. И только так, запомните, если вам вдруг от меня что-то придет, это не я. В Скайпе был левый Скайп, но вроде бы его Скайп ликвидировал. Я всегда с вами согласовываюсь, или говорю, вы не туда попали, вы не то нажали, вы не так перевели. Мы всегда переписываемся, и у меня всегда, как у истинных профессионалов, прием лично. А лично в 21 веке это видеозвонок. Вы мне смотрите в глаза, и я вам смотрю в глаза. Да, я прошу фотографии. Почему фотографии? И год рождения? Потому что по фотографии можно очень много вытащить то об этом человеке. Почему дату рождения? Потому что я высчитываю кармический код, который вам дала Вселенная по рождению. Не каждый умеет им пользоваться. Это никакие таблицы Пифагора, это совсем другое. Вот такое предисловие я вам сказала. и сегодня мы будем смотреть такой расклад. Вам звонок. Ой, мы упали. Кто-то сопротивляется. Вам звонок от вашего мужчины. Это звонок такой, не говорите, что мне он никогда не позвонит и такой не скажет. это у него в подсознании. Он хочет вам это сказать. Но не каждый мужчина через свое мужское перескочит. Барьерчик для него высок. Знаете, такое есть в легкой атлетике? Взять барьеры. Вот барьерчик для него высок. Разные есть обстоятельства в жизни, когда мы не можем делать то, что мы действительно желаем. А разве у вас не так? А во-вторых, психология, еще раз говорю, у мужчины совсем другая. Не такая, как у вас, женщина. Не такая, как у меня. И я тоже в своей жизни наделала ошибок, пока не поняла, что мужчины другие. Да, если мужчина манипулятор, алкоголик, психопат, все, на них сразу пфи. Даже слез не надо лить. Тяжело, расставание всегда тяжело. Пфи. Вверх поднимаемся, занимаемся делами, находим средства, как самим зарабатывать жизнь, на жизнь, работа, карьера, бизнес. Женщина – это высшая точка вселенной, потому что именно от нас идет продолжение жизни на земле. И в древности женщины, мужчин, вылавливали во вселенной с кораблей. Ну да, для того, чтобы был запас спермы. Простите, но это так. Но женщины могли воспроизводиться сами себе. И о том, что от Святого Духа Мария родила, это как раз от тех способностей женщины, которые мы пока потеряли. А сейчас переходим. Я все вам сказала, подумайте. и он вам звонит. Он вам звонит, вам звонок от него, что у него тайного, что он такой тайный, он хочет вам сказать, что он некоторым никогда не скажет. Но после этого видео у многих этот мужчина появится. Сейчас я, как всегда обычно, я всегда, если делаю такой общий расклад, я всегда смотрю, а какой мужчина. Вот на этих картах посмотрю. Какой он? если вам подходит, вы смотрите. Почему общие расклады это целостнее? Если вам начало подходит, это действительно для вас. Когда вы выбираете из пяти, там, из десяти вариантов, то вы потом этот вариант начинаете под себя подламывать. Единственное, кто действительно по вариантам смотрит, Лара Логинова, и у нее, если выбрал, и не подходит тебе, она так и говорит, не подходит ни ваше, она потому что конкретно прям говорит, кому подходит, или там замужняя, или там это, или мужчина работает там-то. Вот если этого нету, то значит не ваш. Можно, конечно, посмотреть все, и возможно где-то будет, потому что нельзя на всех. А вот когда общий расклад, если начало подходит, извиняюсь, вот будет такой стук, очень извиняюсь, сделать ничего не могу. Ремонт там идет, и хоть сколько времени не будет, они будут там долбить. Это хорошо уже не перфоратор. Смотрим, мужчина какой. Вот, смотрим, я прям раз, карта, мужчина какой. Сейчас, мужчина у нас достаточно страстный, любящий деньги, любящий, чтобы ему подчинялись, может быть, и какой-то водный такой, но это не обязательно. Мужчина, который любит удачу, вот знаете, любит или рискнуть, или как-то вот так вот, любит удачу. Вы говорите, я не мешаю карты, послушайте, шелест карт очень слышен, я всегда мешаю карты, потому что карты мешают, а потом вытаскивают под ног, перед каждым, каждой картой не мешают. Не тасует их. Какой у нас мужчина? Сказал, мужчина, который любящий такой страсти, страстный, деньги тоже любит. Какой у нас мужчина? Выпала какая-то гадючка. Знаете, сейчас я посмотрю, какой мужчина показывает у нас там все, чтобы было видно поближе. Какой у нас мужчина? Это мы поставим сюда. вас и его, чтобы было видно. Вас теперь на первое место. Какой у нас мужчина? Мужчина, который действительно страстный, который любит женщины, который любит праздники. Праздники это значит какой-то отдых, радость, чтобы его кружили, вертели, такое, вот он любит себя показать. Такой мачо наш, мальчик такой замечательный. Не важно сколько ему лет, хоть 15, хоть 95, все равно такой. Какой у нас мужчина? Но я единственное могу сказать, что какая-то женщина у него присутствует, а он все время смотрит на сторону. То есть он всегда ищет праздники. Да, человек, который любит в обществе покруститься, себя показать. Франк такой. Знаете, у него есть, вот видите, выпала эта карта, которая мне сначала, помните, она у меня выскочила просто из колода, она здесь и появилась. Мужчина любит, чтобы у него были какие-то средства, любит деньги, и эти деньги он любит для себя. А для чего очень часто эти деньги у него уходят на какие-то развлекухи? Ну, может быть, и на девочек, может быть, еще на кого. Но у него какая-то есть вот фундаментальность, что ли, можно так сказать. Вот что-то по роду ему там в семье дали. Но он это делает для себя. Женщина какая-то присутствует. Возможно, мужчина какое-то время болел, не очень хорошо чувствовал. Но здесь идет больше, что есть женщина, от которой она отворачивается, и он отворачивается. И он ищет что-то на стороне. Какой у нас мужчина на сегодняшний день? мужчина любит перемещение, гулянки. Острое ощущение любит, и пищу может быть любит очень острую. Не любит, когда в его жизни застой. Если его заточают куда-то, то он пытается это разрубить. Вот если, например, допустим, есть такие семьи, где все вроде бы фундаментально, все нормально, муж, жена, ему там скучно, вот она надоела ему все это выполнить. И он раз, как птица, вдруг только чуть-чуть щелочка и вылетел. Вот он обрубает, когда его начинают держать. Он терпеть не может, когда ему начинают что-то приказывать другие и держать. Я сам сусам. Ну какой у мужчины есть какие-то сейчас я вторую карту положу. У мужчины есть какие-то правила и основы, которые он действительно ужасно конечно с этим удолблением. Извиняюсь. У него есть какие-то основы основы, которые ему дали по роду по семье. Плохие они хорошие это не важно. Но он этим догм придерживается. Нет так делать нельзя. Я так сделаю. Но вот это не сделаю, потому что внешние показатели должны быть все как мне сказали, как меня учили. Вот так у многих. Не люблю жену, ну и что? Она мать моего ребенка, ну и хорошо, продолжение моего рода. Но разводиться я не буду, потому что у меня должна быть жена, и все должны знать, что у меня одна жена, и все. остальные 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 пусть как гарем. Ну могу сказать, что мужчина действительно очень любвеобильный. Любвеобильный, ну знаете какой он? Он очень любвеобильный, но сердце у него в общем-то холодное. Понимаете, сердце у него холодное, вот такое. Тут показывают какие-то внешние данные, не показывают, что на данный момент, показывают внешние данные, что у него очень холодное сердце, хотя он любвеобильный, и на него смотрят женщины, а сердце у него ледяное, как у снежной, вот говорят снежная королева, а это ледяной какой-то не демон даже, ледышка у него, а не сердце. Да, потому что он это я на первом месте. Все для меня, для любимого. Вот такой мужчина, но с какими-то правилами, и знаете, хоть мужчина такой здесь и сложный, но к ним можно найти ключик. Вот он именно холодный, он не скажет то, что он чувствует настоящий, он скажет колкости какие-то, а на самом деле это будет совсем другое, потому что он не любит, чтобы ему не подчинялись, ему должны подчиняться все и во всем, по его правилам, потому что он такой. Отодвигаем сюда нашего мужчину и будем теперь смотреть. Он вам звонит, он вам звонит, вот видите, на рстук, не просто так, он вам звонит, достучаться не может. Ну давайте он вам звонит и говорит вам привет, как дела? Он вам говорит привет, вот тут выскочила, скудновато. Вот видите, он вам говорит привет, как дела? Как ты там одна? Я вот как-то вроде бы один не один сам не пойму, все как-то рушится, сам пытаюсь чего-то вырулить, а ты как там одна? Что вы ему отвечаете? Мой мужчина начинает сколкостью, а вы ему отвечаете что? знаешь, ты когда-то мне сказал о том, что все у нас как-то все заканчивается или мне там в другую сторону, у меня вот еще дела есть, кто придешь, кто не придешь, а знаешь, ты говоришь, что ты что-то одинокий, и меня спрашиваешь, одиноко ли я, а я очень твердо сижу на хорошем стуле, этот стул как трон, и знаешь, на меня смотрят мужчины, а что на это отвечает он, ваш мужчина, ух ты, задели, ух ты, и что он говорит, ну знаешь, мне, конечно, очень тяжело без твоего язычка, без твоих советов, без твоей силы, которой ты умеешь всех врагов поубивать и расчистить дорогу, но я думаю еще, думаю, но я тебе звоню, я пока не решилась точно, но мне очень тяжело без твоих разговоров, без твоих советов, ты мне очень важна, потому что ты такая пробиваемая вперед, а что вы ему отвечаете на это? знаешь, ты то говорила о любви, то вечные качели, то какой-то выбор, ты делала все время по-своему, и баб ты выбирал каких-то других, все время что-то было, какие-то соперницы, соперницы могут быть и женщины, и также родители, тетки, сестры, все время мешающиеся, а что говорит мужчина на это? Ну что ты, ну я пытался как-то деньги заработать, что-то но я тебя люблю, ты разбила мне сердце, ух ты, мы ему сердце разбили, ты разбила мне сердце, я страдаю, ух ты, а что вы говорите уже на это? ну я понимаю твои тайные страдания, куда-то полезть обязательно своим жезлом, жезлом жизни, как ты считаешь, куда-то обязательно надо тебе полезть, но ты же вперед, и мне надоело какие-то манипуляции, вот видите, здесь идет у многих проиграется, манипуляции или магические какие-то эзотерические на мозг давят, это женщина, мне надоели твои какие-то там тайные похождения, ну ты же сам решаешь, а я и говорю, что ты мне сердце разбил, а что мужчина на это отвечает, а мужчина страдает, а мужчина говорит, я очень тебя желаю, желаю интимно, желаю с тобой тебе прикоснуться, для меня это уже как иллюзия, даже голос твой слышать мне приятно, но я наверное, я дурак, но я не знаю почему, я так вот дурак, иду куда-то сам, не знаю куда, иду зачем куда, не знаю куда, все, чего-то ищу на свою попу приключений, вот видите, так мужчина говорит, ищу на попу приключений, а что вы ему отвечаете на это, ну конечно, сейчас, ну конечно, ты же решил, что ты царь и бог, ты воплощение прям бога на земле, ты ты считаешь, что каждое твое соприкосновение с любой женщиной, ты ее прям облаготворяешь, женщина, вы ревнуете немножко, а может и немножко, так, у нас видно, не видно, просто обнимать надо, вот так будет, хорошо, что отвечает мужчина на эту вашу, ваш диалог, что он возомнил себя богом, прям прям какой-то Зевс, крадущий красоту тела и душу, сексуально как он вас хочет и желает, но знаете, он правда как дурак дураком, вот вообще как-то неразумно себя ведет, что он вам отвечает, тут мужчина страдает, только такой молчаливый, между вами, как знаете, ящик Пандоры открылся, кто-то спрашивал, что такое ящик Пандоры, почитайте, мифы, ну это когда скандал, ругань, рассорки, обиды, что говорит мужчина, я теперь хочу с тобой поговорить, посоветоваться, может быть, с кем-то еще третьим посоветоваться, потому что я теперь страдаю, что у нас так происходит или произошло, я как мертвый кентавр, я не могу шевелиться, мужчина страдает, а что вы ему говорите, ой, вы хитрая какая, ну конечно, ты же мне обещал подарить все звезды вселенной и золотое руно достать, а принес только из болота квакушку, а потом же сам ее и проглотил, а где же все звезды вселенной, вот поэтому и получилось ящик пандоры, и женщина другая помогала в этом, что мужчина говорит, вы же разговариваете с ним, а я хочу справедливости и правосудия, дай мне шанс, он говорит, дай мне шанс, вот что он тайно думает, это вот тайный разговор, чтобы он хотел вам сказать, дай мне шанс, да, пусть судья рассудит нас, дай мне шанс справедливости, давай сначала, я разобью всех врагов, которые рядом, шанс, вы отвечаете ему, что у меня к тебе были очень светлые и чистые чувства и сейчас еще есть но я больше не могу быть в предательстве ты не хочешь чтобы я была частью твоего рода частью тебя я не могу все время подчиняться как наложница в гареме я же человек свободный я женщина красавица какая тут женщина для мужчины красавицы могут любые женщины и маленькие толстенькие и огромные под два метра у каждого мужчины своя вот как по внутренне как он ищет эту красоту женщины что отвечает он но ты же знаешь я точно так же боюсь что ты что ты меня сейчас пошлешь на три буквы опять пошлешь уколешь у тебя такой острый язык а я имею чувство к тебе я сейчас понимаю что я тебя люблю но как теперь достучаться не знаю я тебя схватил бы закружил бы и убежал бы с тобой на край света чтоб вместе что говорите вот вы вышли вы говорите им опять вот видишь я я я личность я личность а начнется опять как на войне так на войне ты бог а я кто а я личность хотя у меня к тебе тоже чувство еще там кап сердце кап 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 и что наш дорогой мужчина говорит говори то что на это по звонку вы тоже колка я за тобой следил просматривал там твои страницы узнавал у кого-то о тебе везде я пытался открыть что с тобой я очень хотел тебе написать хочу а что вы отвечаете ну ты у нас долго играющая пластинка долго думающий уже пока что там на горе не вырастет душ думать бог то молиться надо но самому то нужно что то делать что мужчина на это говорит я ревную тебя у меня к тебе чувства я просто просто сгораю держусь потому что ты та женщина которая мне как бы нужно я дурак я вот дурак а вы что отвечаете а ты сейчас начал получать уже тумаки бумеранги ты внутренне одинокий он действительно внутренне одинокий ты все время обманывал а теперь сам оказался в путах этих этого змеиного гнезда где одна фальшь что мужчина теперь говорит я хочу тебе сказать что ты мой подарок но давай попробуем ты мой подарок у меня сердце все тебе вот ты как бы закрыла ты закрыла я мое сердце ты там внутри сердца и больше я ничего не понимаю а что женщина говорит вы что говорите да ты чего-то обещал говорил но это все обещания неисполнимые маленького ребенка я не верю уже тебе хотя у меня тоже сердце есть и я хотела бы быть с тобой а мужчина что говорит я одинокий без тебя я все делаю иду куда-то вперед но вот как каменная глыба я стал я одинокий без тебя вы отвечаете знаешь я столько перенесла мучений огорчений что я ты меня как как какое-то ненужное животное которое не нужно взял оттолкнул как маленького ослика ты меня выкинул и я иду не знаю куда и пошла да я плакала да мне было плохо да эта женщина помогла я боролась как могла и я теперь стала сильной вот такой железной леди становлюсь и что мужчина наш говорит заканчиваем разговор тут понятно что мужчина пытается пойти на компромисс но что-то вот как бы вы вы колеблитесь он-то боится он боится это вам сказать вслух но чувство есть потом мы посмотрим совет какой вам бас что мужчина на это вам говорит а мужчина такой да у него любовь через меч вот страсть да все потом все потухло значит война вот все равно все будет вот так как я что мужчина ну мужчина говорит да у меня вот любовь по каким-то правилам по правилам но я тебя люблю да мужчина который любит деньги который пытается любимым способом добывать деньги может быть даже не честным путем и он говорит о любви только его любовь по его правилам вот я хочу сегодня любить я люблю а я сегодня не хочу хочу просто на потолок смотреть все не трожьте меня все а что вы ему говорите вот мы в конце да конечно зарабатывать монеты это неплохо но только какие то они у тебя темные монеты и все это ну я их что то особо и не видела хотя я такая красивая я излучала и давала тебе свет я столько тебе давала и ты получал монеты от моей энергии ты получал все но ты в солнце видишь темную луну и хочу просто посмотреть вот разговор заканчивается что мужчина что мужчина все таки на это отвечает потому что у него есть надежда надежда на вашу снисходительность а он тоже говорит понимаете вот он любит но он не любит таскать вот понимаете люби кататься люби и саночки возить а саночки то возить не очень то любит этот мужчина ну но здесь мужчина еще раз спросит давай попробуем начать сначала потому что чувство у них у него есть высший суд давай затрубим в трубы и наши сердца растает и любовь опять возродится ну на данный момент вот он говорит да мне уже не так тяжело без тебя я прошу тебя о снисхождении да это мои тайные мысли я их тебе может быть никогда не скажу а может быть скажу я жертва в этих отношениях в наших отношениях ты разбила мне сердце и что ответит на это женщина знаешь гуляй ты вася ты все ходил по этим веселым дорожкам так и иди гуляй вася хочешь денег иди за деньгами по лестнице карьерной вперед а я уже для тебя наверное несбыточная иллюзия хотя возможно если ты что-то предпринешь то дам тебе шанс и теперь мы просто посмотрим что вам советуют высшие силы именно вам знаете сейчас я вот все сложу вместе что вам нужно все передумать об отношениях между мужчиной и женщиной вообще как они происходят некоторым говорит что да может быть и надо дать шанс но тут идет действительно выбор то за вами и что возможно тогда мужчины и увидят в вас действительно невесту вот понимаете здесь здесь незаконченные отношения с одной стороны считаете все конец все уже чего-то рушится качели а с другой стороны нет меня к нему тянет и его к нему и его ко мне тянет но все это стеснув зубы понимаете это такие отношения сложные отношения но здесь незаконченный разговор незаконченная пьеса для рояля да здесь незаконченная пьеса для рояля вы смотритесь как бы в два разных зеркала сэлфи вот искусственное фото это сэлфи это зеркало и я всегда говорю поменьше делать сэлфи иначе вы свою душу отдадите зеркальнику в эту зеркальную татину сэлфи это зеркало когда вы сами себя фотографируете или там с молодым человеком у вас эта зеркальная тать забирает ваши отношения здесь вот это вы как будто смотритесь в разные зеркала да тут один надулся второй чего-то надулся а чувства есть и хотелось бы вот вам дается совет что возможно нужно куда-то поехать или вместе поехать если получается просто нужно приобрести вот эту мощь великую внутреннюю силу чтобы ушел этот упадок чтобы вы радовались жизни смотрели этой жизни с улыбкой на лице как я улыбаюсь вам и сейчас я хочу посмотреть а если вы это все уже отбросите не захотите не захотите давать шансов потому что устали я со стороны женщины говорю хотя мужчина любит просто знаете трусливый избалованный какой-то мальчик мачо ну что все разные бывают и таких любят и зато он красавец мужчина ну что что вам что вам готовит судьба это вот вам было от высших сил а что готовит вам судьба а судьба готовит вам праздник мы для вас смотрим не на него если бы мы смотрели на него Вон тут треугольник. А судьба готовит вам праздник, исполнение всех желаний, солнца. Вот понимаете, здесь такие карты. Вам судьба, если вы не дадите шанс этому человеку, то тогда у вас новый путь, праздник, радость, солнце. И вот туз, монет, он называется еще золотая звезда. То есть это исполнение всех ваших желаний, достижений. И что вы получите? Тут идет такая светлая дорога вперед. Я почему говорю улыбки? Потому что солнце это и есть улыбка. Видите, как солнце улыбается? Да, у вас идет движение вперед. Вперед вам вперед. И новый рыцарь вас ждет. Это ваш выбор. Это делать вам, потому что мы сами строим свою судьбу. И когда мне пишут, зачем гадание, если мы сами строим? Да, гадание для того, чтобы мы сказали вам, а что у вас ожидает на разных дорогах? А вы должны выбрать дорогу. Точно так же, когда гадание на рунах. Руны не предсказывают. Руны именно показывают путь, куда идти. Точно так же, как книга перемен. Путь, куда идти. Всем желаю радости, удачи. Если кто хочет семьи, любви, обязательно это исполнится. Обязательно. Только нужно не с закрытыми глазами заказывать желание, а с открытыми. И не говорить, я хочу. Не слышит наш ничего вселенное. Бог наш, я хочу. Она слышит. Скоро у меня это будет. И представлять, какой мужчина. Восхищаться на улице красивыми мужчинами. И те даже, которые идут со своими женами. Скоро у меня такой будет. У меня такой скоро будет, потому что это будет. И независимо, сколько вам лет. Когда вы говорите, я такая старая, какие у меня там новые мужики. Любви все возрасты покорны. Пока-пока. С вами была Вивьена. Все на позитиве улыбаемся. Пока-пока.